Охрана государства и его жителей задача не из легких, но милиционеров возложена большая ответственность на ведение порядка и восстановление справедливости. Ведь очень часто именно от их работы зависит не одна жизнь. А потому разговор на оперативном совещании ВВД, где собрались ведущие сотрудники гора и отделов внутренних дел региона, состоялся весьма насыщенным, полезным и продуктивным. Прежде всего, следует сказать, что несмотря на высокие достигнутые результаты, по всем показателям работа должна быть продолжена. И эта встреча – очередной диалог для достижения последующих высоких профессиональных результатов. Сегодня у нас мы подводим предварительные итоги нашей работы за первые полугодия с милицией общественной безопасности, которая обеспечивает безопасность наших людей, профилактику преступлений и правонарушений. Будем рассматривать и дорожную безопасность в нашей области, преступления, совершаемые ранее судимыми лицами несущеннолетними. То есть комплекс тех вопросов, которые присущи рассмотрению милиции общественной безопасности. Хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом, есть у нас вопросы, которые сегодня будем рассматривать. И по вопросам, и ранее судимый рост произошел у нас, и в некоторых регионах несовершеннолетние, дорожно-транспортные происшествия. Эти вопросы сегодня будут с руководителями подразделений области рассмотрены. И поставлены задачи на будущее того, чтобы более сделать безопасность наших граждан на дорогах безопасность, а также профилактику преступлений и правонарушений. А также рассмотрение вопросов, которые касаются оздоровительного периода на сегодняшний день, это летний период наших несовершеннолетних, наших детишек. И комплекс тех мероприятий, которые и будем рассматривать, прошли у нас по проведению массовых мероприятий на территории нашей области. Ну и задачи на второе полгода. Валерий Углениц отметил необходимое сотрудничество коллег для выявления профессиональных ошибок и дальнейшего их исправления. Затронуты были темы дисциплины и законности, организации работы по подготовке кадров и общественных информационных связей. На ошибках учатся, говорят в народе, и это верно. А потому анализ своей работы – весьма эффективная форма исправления тех недочетов-просчетов, отмеченных в работе. Для того, чтобы их не было, следует обращать внимание на поступающие на службу кадры. Они должны быть профессионально подготовленными, а также не сбрасывается со счетов их моральный облик. Именно такой принцип работы использует Лариса Колбик, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Ивацевичского РОВД. Подводя итоги работы кадровой службы, хочу сказать, что за этот период удалось нам снизить привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников. Это связано с тем, что и повысился качество рассмотрения материалов, проверок и в административном порядке, и в порядке УПК. В то же время и приходят более качественно подготовленные сотрудники на службу, и при отборе из гражданского персонала, и в то же время после выпускники Академии, Министерства внутренних дел. А также за этот год неплохо сработали в плане укрепления имиджа.